Какие предметы должен брать с собой в шахту каждый человек для безопасности? Смотрите, каждый человек, каждый, кто спускается в шахту, должен брать с собой вот такой самоспасатель. Что представляет собой самоспасатель и как им правильно пользоваться? Теперь об этом и не только с легкостью могут рассказать малыши, побывавшие в корпоративном музее Уралкалия в минувшую пятницу. Шестой год подряд колейщики принимают участие во всероссийской акции «Ночь музеев» и гостей все больше. Мы продумали программу, которая связана и с колейным производством, и с уникальным месторождением колейных солей, от которого возникли город Целикамский, город Березники. Очень радует, что березниковцы откликнулись. Сначала мероприятие было у нас в 17.00 и уже где-то за полчаса до стали собираться гости, посетители, которые хотели действительно посмотреть музей, активно слушали экскурсию, участвовали в викторинах, детских квестах, конкурсах. Посетители музея прошли по следам профессора Преображенского, окунулись в мир калийного производства и даже построили рудник будущего. Позднее всех гостей акции ждали интересные физические и химические опыты, а также знакомство с животным миром палеозоя и просмотр сказки «Тайна соли». Мы пришли, и я вообще под огромным впечатлением, несмотря на то, что у меня папа был шахтер, я впервые, ну вот, так реалистично посмотрела кино, действительно было интересно, да, представление. Комбайн, да, там он в каких-то пропорциях сделал, но это действительно очень интересно, и я думаю, что мы сюда обязательно придем еще. Среди гостей ночи музеев нам встретились и постоянные посетители. Любознательный мальчик Святослав в выставочном центре далеко не впервые. Однако огромный интерес в глазах у мальчишки читается и сегодня. Если честно, мне в этом музее нравится то, что я могу каждую среду находить что-нибудь новое. То есть ты сюда ходишь каждую среду? Да, по среду практически вход бесплатный. С 12 до 5. Отмечу, что вдобавок к программе, связанной непосредственно с калийным производством, для гостей подготовили художественную выставку и интерактивные площадки, а также угостили их сладкими подарками. Алина Багрянская, Мария Динова, Никита Игнатьев. Наши новости. Продолжение следует...